Александр Г. Лукашенко, сначала он очень долго вообще отрисал наличие вируса, говорил, никто у нас не болеет, никто у нас не помер, потом вроде бы признал, потом снова сказал, а все равно никто у нас не помирает и все равно это все слухи, паника и так далее. И в Беларуси по-прежнему нет никакого карантина, никакой вот этой не самоизоляции, не любой другой изоляции. В общем, кто там и как борется в Беларуси с этой самой смертельной пандемией, совершенно непонятно. Салют, друзья. Это дядя Тёма из своей хижины. Ну, сейчас весь мир с печалью отмечает очередную годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Тридцать четыре года прошло с тех пор. Надо сказать, что одно время о Чернобыле уже как-то так совсем забывали, но вот в последний год, в последние месяцы что-то память о Чернобыле так опять всколыхнулось, что ли. Ну, наверное, несколько обстоятельств с этим связаны. Во-первых, сериал, телевизионный сериал «Чернобыль», который просто исключительно силен и мощен, и который просто поднял огромную волну памяти по поводу Чернобыля, а также породил массу всяких малоприятных вопросов. Вторым обстоятельством является то, что совсем недавно, в апреле месяце, в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС возник мощный лесной пожар, то есть горело там несколько сотен гектаров леса. Ну, и хотя, в принципе, пожар как бы он на радиацию, на всякие эти излучения, испарения вредоносные и так далее никак не влияет, тем не менее, естественно, это вызвало дополнительное беспокойство. К счастью, вся зона вокруг непосредственно атомной электростанции, саркофага и так далее, там повсюду деревья вырублены, то есть пожар добраться, собственно, до очага всей этой гадости не мог. Но, тем не менее. Ну, и потом нельзя забывать еще, конечно, о такой штуке, что саркофаг, конечно, поставлен, судя по всему, очень мощный, что называется, на славу. То есть после того саркофага, который вы одрузили еще в советское время, позже, то есть в 90-е годы уже при независимой Украине, естественно, с решающей помощью финансовой и технологической Евросоюза был поставлен еще один, фактически, саркофаг поверх того саркофагу, чтобы действительно никакая радиация не прошла. Но саркофаг к саркофагам, он сверху, то есть есть гарантия, что не будет ничего выделяться в воздух, а внизу-то никакого саркофага нет, и каким образом, значит, эта радиация будет проникать там в какие-то почвы, в какие-то воды, туда-сюда, никакой такой нижней изоляции сделать было просто, в принципе, невозможно. Поэтому некоторые опасения существуют и с этой стороны тоже. Ну и третья причина, по которой о Чернобыле нередко вспоминают в последнее время, заключается, естественно, в том, что сейчас разразилась, пожалуй, худшая история, катастрофическая для Европы, да, в общем-то, естественно, и для всего мира, худшая история со времени этой самой Чернобыльской аварии. Я имею в виду, естественно, пандемию коронавируса. Ну и тут, опять же, напрашиваются просто всевозможные аналогии. Начиная с того, что руководство Республики Беларусь ведет себя во время этой беды примерно так же, как вело себя руководство и Украины, и Беларуси, и Советского Союза в 1986 году в апреле-мая. Сейчас, слава Богу, и Украина, и Россия стараются предпринимать адекватные меры, чего, к сожалению, о Республике Беларусь сказать невозможно. То есть лидер Беларуси Александр Г. Лукашенко до сих пор, то есть сначала он очень долго вообще отрисал наличие вируса, говорил, никто у нас не болеет, никто у нас не помер, потом вроде бы признал, потом снова сказал, а все равно никто у нас не помирает, и все равно это все слухи, паника и так далее. И в Беларуси по-прежнему нет никакого карантина, никакой вот этой не самоизоляции, не любой другой изоляции. Проходит чемпионат страны по футболу. Поскольку это единственный, кажется, проходящий сейчас в мире чемпионат по футболу, то его в шутку называют чемпионатом мира по футболу. И работают, работают все, кому не лень. Вплоть там до казино, да, такое вот есть учреждение, очень способствующее психическому и физическому здравоохранению. Работают, по-прежнему работают. Да, ну и разумеется парад победы в Минске тоже до сих пор никто не отменил. В общем, кто там и как борется в Беларуси с этой самой смертельной пандемией, совершенно непонятно. В 86-м году там хоть были всякие известные герои, типа ученого Легасова и так далее, а теперь вообще не ясно, кто там как и за что отвечает. Вот даже самая авторитетная, наверное, в мире белорусская дама лауреат Ноблевской премии Светлана Алексеевич и та, как-то довольно странно высказывается по этому поводу, выступает с поддержкой каких-то конспирологических теорий по поводу излучения 5G и так далее. В общем, очень тревожно, очень-то тревожно за белорусов и Белоруссию. Но это, в общем-то, дело касается, естественно, далеко не только Белоруссии. То есть, главная, наверное, тема сходства чернобыльской ситуации и ситуации с коронавирусом 34 года спустя заключается в том, что очень много лжи, очень много всего скрывают, явно совершенно, что не бескорыстным образом, в общем-то, в каких-то совершенно определенных и явно вредоносных целях. Это вам говорю я, который никогда в жизни вообще не подписывался ни под какие конспирологические теории и ни секунды не верил ни в масонские заговоры, ни в рептилоидов и так далее. Более того, посвятил этому даже не так давно целый сюжет. с эпиграфом из Виктора Пелевина, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Это был дядя Тёма. Будьте здоровы! Пока!